МОБИЛЬНИЕ МОБИЛЬНЫЙ, КАК ПЛАНШЕТ МОБИЛЬНЫЙ, КАК ПЛАНШЕТ МОБИЛЬНЫЙ, КАК ПЛАНШЕТ Мощный, как ноутбук Ноутбук и планшет в одном корпусе Intel представляет ультрабук-трансформер Он не просто изменяется сам Он меняет все МОБИЛЬНЫЙ, КАК ПЛАНШЕТ 10 секунд remaining ДИАТИМ БАНШЕТ ТЕЛЕФОН Продолжение следует... 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 Как ты думаешь, а не будет ли, возможно, камбэка на профессиональную сцену? Хотя, знаешь... Не, но он давно-давно сказал, что он же International комментировал для шведского телевидения, то есть там... Не хочет. Папа Драйч настолько олдскульный игрок и настолько давно он уже не играл, что, наверное, более вероятно, беретен камбэк в доту его чада, чем его самого... Ну да-да-да, он как раз в возрасте, Том, который... Dragon Knight, а твой белст? Ну что, это Dragon Knight, понятное дело, в мид? Ну и... Ну, это, кстати, прикольный ник, на самом деле, мне кажется. Ну и? Ну и, да. Да, кстати, надо его в пабе юзать. Штормы банят у нас твой белст, и Бэйна убирают Natus Vincere. Natus Vincere. Последний пик за нами, около 50 секунд у них на это все. 40 секунд. Так, у меня время остановило, а нет, не остановилось. Мне проглючило, что у меня время остановилось. Ну, бывает. Остановите время, я сойду. Ну что? 20 секунд на пик. Сейчас, наверное, будет герой для... Ну, для Дэндимона. Для Дэнди, может быть, Дэнди... Все-таки тролля, решили взять. Да, говорит. Постоял я с этим троллем на миде. Крутой герой, да. Я даже знаю, что им делать. Да, ну это сильный очень, действительно, персонаж для меня, да. Так, а у него только один кружочек, это Кэрри, причем это трех... Звездочный Кэрри. Ух ты, ни хрена себе. А Наикс? Да, Наикс, наверное, плохой Кэрри. Ну-ка. Нет, двухзвездочный Кэрри. Так, двухзвездочный Кэрри, также Dragon Knight. Смотри, Патма, еще одна звездочная Кэрри. Очень много Кэрри получается у команды на Ви. Полная карта Кэрри, прям. Шесть звездочек Кэрри, в то время как у... Ооо! Элдер Тайтан! Элдер Титан. Это тот самый герой, которого все так ждали, который, на самом деле, действительно силен. Я тут, кстати, недавно поймался на мысли, что вроде как сделали во второй доте, что... Враги не видят ульту, как ты ее кастуешь. То есть, где она находится. То есть, если из туманчика вставать, то не будет видно, где она взорвется. И это, на самом деле, очень сильный... Очень сильный чейндж, потому что в первой доте, как раз-таки, из-за этого скилла был герой не особо юзабельный. Но даже тогда китайцы его использовали как хардера. Просто за счет его вот этого Астрал Спирита, за счет пассивочки... Ну и до сих пор они его, кстати, используют. То есть, кто там смотрит наши утренние стримы, тот знает, что... Практически в каждой игре у нас Элдер Тайтан есть, что... Декаева любят и Витти Гейминг вообще первым пиком забирать. Так что... Да, сейчас, действительно, драфты... Ну, как и всегда, драфты отличаются у азиатской сцены с нашей... Да, да. ...европейской, любое слово. Ну, пока еще не очень сильно. То есть, те же Найксы популярные, те же Тролли популярные, да. Тот же Рубик, он вечный, бессменный, как бы... Это, конечно, плюс огромный, но... К Найксу больше внимания уделено в Азии, это 100%. Да, да, да. У нас только Na'Vi его так сильно любят, остальные так себе. Ну, потому что Na'Vi экс-чемпионы мира. Да. И это чемпионы мира дважды. ХДГДЛ. ГГЛ Джинкс. Дота 2 Sky случайно не играл сейчас за... Да, он стенд-ином играл за Аз-1, сейчас стенд-ином играет за Уэбелст. Я понял. Такой вечный стенд-ин. Мне кажется, он просто очень хотел получить билет на StarLadder, а потом ему понравилось играть. Он говорит, дайте-ка, я из-за вас еще. Вы же не против, ребята. Да, да, да. Не, мы не против, он как Black, там в Германии хватает такие, знаешь, вечных стенд-инов. Ну, а, понимаешь, просто набрили... Не, Романыча не набрили, Романыча в игре. То есть команда Уэбелст распалась, потом опять сложилась, скажем так. Причем, буквально это на протяжении полтора дней произошло. Смотри, Романыч и Darkseer на хардлайне. По-моему, они не поделили хардлайн еще немножко. Да, или не совсем понимает, что делать. Тут что-то вообще, что-то какие-то интересные мувы. Не, есть подозрение, что просто на Astral Spirit можно кидать Iron Shell. Тогда в этом есть немного... Да нет, ты что, гонишь или что-то? Это же вообще бред будет. Ну... Сейчас посмотрим. Нет. Нет, не на него. Да ну это было бы слишком жестко, его же нельзя прокликать. Но его нельзя прокликать, я имею ввиду, когда ты в игре, правильно ж? Ну на него, например, можно делать ТП с тревелов. Так могу сказать. Да? Ага. Слушай, так это чит. Так, а я о чем и говорю? Ну, тогда теоретически туда можно и аншел повешать. Кстати, а фаник действительно хардлайнерный-форма-эншентный. Да, ну это Патма, которая вот за скуржей стоит здесь. Засинтована стоит, вы знаете где. Вот здесь вот. И проедая вместе с топориком себе пару деревьев, вот так будет стоять и очень долго фармить. То есть это... Не один раз уже показывал фаник. Это можно делать двумя героями очень хорошо. Первый это Патма, второй это виндранер. Ну и фаник это делать умеет очень хорошо. Вот. То, что редко мы это видим в доте, это да, поэтому... Учитесь. Товарищи паберы, товарищи заматраки и так далее. Не-не-не-не, ты что вообще пропагандируешь? Это на самом деле такой рак, когда кто-то начинает заниматься такими делами. Почему? Команда тупо играет вчетвером. Ну а почему вчетвером? Ну в любом случае на сложное. Сейчас нави играет вчетвером, потому что, ну на сложное, что ты будешь делать? Да что угодно. Почекать руну, стакнуть теншентов, пойти стрелуки... Ну вот он стакает теншентов. Знаете, откуда-то еще кого-то? Нет, ну он их еще убивает, ну это ж несерьезно. Не, ладно. Он убивает их. Но еще есть одно важное отличие, он действительно чекает руну еще. Смотри, и почти забрал! Да, не получилось немножко тут у фаника. Ну сейчас, кстати, он спалился и показалось, что... Ну в принципе они могли и прокликать, увидеть, что у него второй левел, но... В любом случае он спалился, что он второй левел уже, и они должны сейчас понять, что вот уже вард тыкнули, да. Но это мало в этом смысле. Мой техеншентов хватит до конца игры. Он, наверное, буквально двух еще убьет и начнет что-то делать. Вот, насчет того, что я говорил, что не надо этого говорить. Потому что, действительно, в паблике люди, как правило, не знают меры. Они вот стоят и будут стоять так 15 минут, пока команда начнет проигрывать. И тогда будет что-то типа... Типа, вы фидраки, давайте-ка... Давайте-ка соберитесь, а то вы что-то не очень... Так, Андрей, хватит гнобить русский паблик. Это нельзя, нельзя. Здесь Фрестблат пытается сделать РМН, потому что Куроки почему-то... Романович быстро бежит довольно-таки. Ого, и Куроки умирает, скорее всего. Да? Так, Роман. Есть поднять. В принципе, Терекинез может закинуть сейчас куда-то направо. Рррр, Роман. Да, Роман не дошел до конца. Мог убивать Куроки. В итоге Куроки уходит отсюда. И тем самым дает очень-очень много времени Хвосту, чтобы тот пофармил... Ну, Хвост. Хвост там Медас уже практически готов у него. Ну, а Пупей, как всегда, нашел... Савуха и, как всегда, фармит даблспаун. Смотри, у Эда Дота, у Дэнди очень сильно его напрягает. 20 на 10 крестов против 5-1. Это фантастика. Вот это он вы... Второй раз мы сегодня видим тролля против Пака, и Синг Синг вынес Резолюшн, но Дэнди здесь просто, товарища Эды, загнобил настолько сильно. Нет, ты знаешь, все-таки, наверное, тролль намного сильнее Пака. Я сказал, когда я в игре в Virtus.Pro против... Кого? Против Rattlesnake. Да, против Rattlesnake. То, что все-таки у Пака... Пак должен поувереннее стоять себе, но... Почему-то все-таки складывается впечатление, что действительно у тролля довольно сильное преимущество над Паком на меде. Да. Ну что, здесь Скай левел 3 Дарксиром. Мы видим... Алекс у нас, Абадон, и... Бл-банана на Драгонайте. Вот непонятно, почему Дарксир сначала начал сверху, а потом пошел в лес. Ну вот, может быть, они тоже думали, что можно бросать, но я не знаю. Я реально, у меня нету объяснения этому. Просто потому, что, вот, они не потелели ленью. Не, может, какие-то там обманы серьезные очень. Я немножко сейчас не в курсе событий. Может быть, они заставили нави просто полностью изменить стратегию, когда увидели то, что Дарксир... Да, да, да. И нави как раз взяли и прямо изменили стратегию. Особенно Фаник изменил стратегию. Да, Фаник вообще... Фаник себе поставил Сентривард, кстати. Он в панике там стоял сейчас и говорил, что тут Титан, Дарксир. Блин, а я тут... Ах, как плохо-то. Ну и продолжил фармить от безвыходности просто. Понимаю, что... Фаник здесь, кстати, может вообще просто ничего не делать и... Слушай, вот это лол. Фаник под ультом Троля еще быстрее фармит. Боже мой. Они просто... Все, все для Фаник. Они перевернули мир доты, да, вот сейчас. Нави просто переворачивает мир доты и прям... Сегодня ночью, смотрите, да. Драгонайт тоже, кстати, купил Мидас. У Хвоста появился немножечко быстрее, но в любом случае... 25 секунд это, в принципе, небольшая разница. Сейчас, наверное, еще Пупей подведет какого-нибудь... Волка, чтобы Фаник не фармить. Волка, да, да. А то как-то... Так, кстати, а почему бы нет? Просто вот эта Патма, она вылезет и с чем-то полезным. Вот к ней уже что-то летит. Лол, так нет. Воврось Бенда летит. Ну вот, нормально, все. Да, уже и ХП с 3, и на линии еще и пофармит. Ну это вообще какой-то чит, слышишь? Просто имба. Ты посмотри, сколько урона у нее. Боже мой. Ха-ха. Да, ну это просто... Кот задрот харьковский. Ничего не скажешь. Так, говорит, все, крипов я побил. Я пошел, пожалуй, назад. У меня тут есть точка. У меня тут есть топорик. Я тут, говорит, сейчас руны буду чекать стрелой? Да, она руну так, чекает руну. Хорошо. Боже, такой жесткий этот Фаник вообще, понимаешь? Да берет еще руну. Ну... Полезность over 885 вообще. С иллюзиями-то как вообще хорошо это делать? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Да, Фаник просто все внимание собирает. По-прежнему, кстати, нули на табло у нас. Прежнему фармит хвост, точно так же фармит драгонайт. Но почему-то я вот верю в найкса больше, чем в драгонайта. Ну и пока Абадон теряет время, стоя здесь на линии, в принципе, и ничего толком не делая. Там Пупей 5-й левел, Кроки тоже скоро 5-й. Фаник тут с иллюзиями пуль-пуль-пуль делает. Да, ну и дэмэдж тоже намного больше, конечно. Семьдесят плюс Годинг Блэйд. И снизу еще подфармить хрипов. А почему у EBS приводят хрипов к Фаник под вышку? Я вот ничего не понимаю. Видимо, чем-то занят очень сильно важный моб Адон, я не знаю. Странно, странно. Действительно странно. Может, они таким образом пытаются отвлечь Фаника от фарма Эншентов? Понимая, какая это имба. Фарми молд лучше крипов, оставь покой Эншентов. Дай нам шанс, Фаник, пожалуйста. Не, ну вообще, он уже неплохо так выфрэмил, скоро 6-й левел. У него будет два Врейсбэнда, Квеллинг Блейд, Веточка. Смотри, одна, которая принадлежит Пупею. Пак тут бедный продолжает мучиться против Дэнди. 12-1. 43-36! Дэнди, успокойся! Ну что это такое вообще? 44-37! Да я такого крипстата не помню, когда в последний раз видел вообще такой крипстат в миде. Что это вообще происходит? Да я действительно, что-то психанул немного. Да, что-то как-то... Что-то... Я понимаю, в два раза, я понимаю, в три раза. Но там вот так вот, так же ж некрасиво вообще. Это когда вот динаев, неловкий момент, когда динаев в три раза больше... Так и... РМН умирает. Я успел прокликать. Вот это просто мне приз надо дать. Я вот только хотел сказать, что первый умрет РМН и потом отвлекся на мид что-то и не просмотрел. Просмотрел. Да, весело-весело. Куро! Алекс минус. Ну алекс там... Ну да, 3000 преимущества. Ну еще один фраг. Ну то есть... 4000 преимущества, 4000 экспли, 4000 голды. Нави здесь вообще вот просто... Дэнди мид настолько изнасиловал, насколько... Ну вообще просто это забей. Эта линия настолько проиграна, что... Ой, он... Есть там шутки такие. Не, ну это ботинка. Нет, о чем тут говорить вообще? Ну да. 50 на 40 крипстат. Фантастика. Говорю, у американцев есть такие шутки про, знаешь, про это мясо настолько не готовое, да, что его опытный ветеринар еще не спасет. Еще может спасти, да. Вот точно так же и здесь. Что эта линия настолько проиграна. Так, а что-то мы отвлеклись немного от фаник. Извини, Глеб. Так, все, значит, мы все видим. Фаник в позиции. А так она... Давай! Планируется на пака. Стрела. Ух ты, смотри. Не точно, но потерял шифт. Но все равно убивать можно. Однако фаник дэмэдж сносит. Фаник уже потренировался носить дэмэдж на иншентах и... КПД, дэмэдж, все как положено. Да, но не получилось здесь, конечно, убить. Блин, мне кажется, Дэнди хочет в этой игре сделать 100 денаев почему-то. Орроу! Опять мимо. Эдэ. Его похилили. Как вообще Эду здесь стоять? Я вообще не понимаю, что ему делать вообще в этой игре. Понимаешь? Реально. Пятый левел. Пятый левел. Девятый у Дэнди почти. Четыре левела выиграть в миде. Гангов не было, смертей не было. Это просто четыре левела. Тут, на самом деле, даже левел ни при чем. У него где-то в три раза больше экспы, чем у пака. Мне кажется, где-то в этом районе. Да. Это забавно. Смотри просто, что творит Дэнди. Сейчас умрет, лоу! Зашел сюда так же Накс. Боже, ну Дэнди такой вообще, такой нищий. Я просто прозреваю. Хвост пытается догнать здесь Скай, а Хвоста еще затягивает на хайграунд. И Скай сейчас улетит отсюда. Хвост, лоу, не умирает! Ну, Эдэ тут понятно? Так, Хвост продолжает погоню. Есть у него барабаны, есть у него фызы, есть у него крипы в лесу. И выбирает он их все-таки. Боже, какой сейчас должен быть злым Дэнди? Такой, да ё-моё, я мид выиграл. 100 крипов просто убил. Когда чувак 14, и я умираю почему-то. В натуре у Дэнди 100. Просто 102 крипа, а у пака 12. Ну, Алекс здесь умирает. Забрали его и без хвоста. Тут за тавры же зашли Na'Vi. Ну и... Я не знаю, какое чудо должно произойти, чтобы Na'Vi эту игру проиграли. Дэнди 100 крипа срочно умирая. Да, уже действительно. Дэнди 100 крипа умирая. Слишком просто удаётся. Не, но если Дэнди сейчас просто в рейде, в ярости начнёт действовать согласно только своим интересам. Начнёт ходить один и просто фидить... Тогда, наверное, есть возможность... Ну, всё, может быть, да. Паку просто отдать своё. Скажет такой... Я слишком жестоко обошёлся на миде. Давай я тебе помогу немного. Да, Дэнди, конечно, просто отомстил за все вот эти вот игры, где он стоит, где он находится под доминацией на миде. Дэнди 100 крипов. Просто троллим... 18 крипов в паку, у Рубика 12. Да, а у Дэнди... Ой-ой-ой. У Дэнди уже 113. То есть на 100! Вот почти. Ну, почти на сотню Дэнди обгоняет своего конкурента по миду. Он... Этот пак... Почти что настолько плох, как и РМН. Там наделяет буквально 600 голды их. Ну да, да. По нетворсу. Ну что, Нави. Нави забирает и два тавер. Ах, кто-нибудь там что, есть? А, вот Декает. Просто Пупей идёт этим кентавром. Яру ловит у нас Блю Банана. Тут же подымает его. Быстро сбили. Он пошёл хвост царапать, пацану. Хвост. Уходит отсюда Дэнди. Забирает всё-таки тавер. Дэнди, кстати, что-то себе приобрёл. Там курица летит. Ага, Лотар собирает Дэнди. О, и пошла драка. Блю Банана. Arrow залетает Баррэмэна. Старфолл сейчас будет от Фанника. Старфолл почему-то не дал Фанника, потому что он в сайленте. Нави убивает Пака. Ну и по-прежнему Дэнди единственный, кто фиданул у Нави в этой игре. Три четыреста у Фанника. Три четыреста просто у под сложной, которая била Эйнштадта. Две четыреста, да. Да, это ок. Так, Найк себе почти что хвостецкий собрал.. это как её? Армлет.. Около десяти тысяч преимущество сейчас по Галде. Девять тысяч с чем-то. И по экспе немножко поменьше. Три тысяч семь где-то. Тем временем Арканы покупает себе Alter Titan. Получает свой заветный шестой лейвел... Да есть же, теперь он сможет ультовать. Да, вот сейчас прям на Рошана надо проверять ульту. Он может даже убить Дэнди, например. Бить будет Сол, если ультанет Рэмен. Рэмен, ты ведь не ультанешь, правильно? Кого я обманываю? Так, ну вот еще минус Рошан. И сколько потребуется нави, чтобы закончить эту игру? Да, Фанник показывает, класс. И приобретает Дагон. Фанник фанится. Как бы это звучало. Не, нормально, под масло сложное, Дагон. Не, ну правильно, попадает стрелой, если, то в Дагоночку Дагон еще. Ну да, почему бы и не. Стрелы где-то, наверное, под 500 урона будет. Не, ну максимум там кажется... Я не помню, сколько максимум от стрелы. Кажется, по-моему, 100 дэмэджа, насколько я знаю. Да ладно, в смысле, 360. Плюс 100 еще. А, типа в зависимости от этого, да. То есть на первом уровне, по-моему, можно по 200 выдать. Да, бонус дэмэдж up to 100. Up to 100, типа написано. Ну да. До 100. Пак тут хотел напасть. Оп, Пак, напал на Куроки. И, 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 смотри, пока... На, просто по Куроке ультимейты. Куроки там фидонет. Хорошо, как играет здесь РМН. Слушай, Кроки байбэк тут же. Фаник. Фаник. Там, кстати, сгрызли у нас Блубанану. Ну, нормально, нормально, нормально здесь у Эбелсты. Эдэ улетает отсюда. Погоня от команды Нави. Дэнди засловил РМН. Аару залетает в РМН. РМН умирает. РМН по-прежнему животно. Фатикшилд на нем. Дэнди! Все-таки убил его. И Дэнди тут за паком своим любимым забежал. И пошел дальше Дэнди просто. Дэнди вообще не хочет останавливаться. У него есть Аегис, у него есть характер. И он умирает. Нет. И орехов. Да ладно. Да, плохо не брал точек от Тауэра в Дэнди. Мне кажется, это максимально возможно, когда вот у тебя летят именно три, три тысячки Тауэра. Ну, четыре уже, по-моему, нереально. Хотя... Ну, если хорошо пособирать, можно. Если использовать блинки... Со ста, блинки, да, можно, можно. Очень намного, конечно. Что случилось с Тауэром, непонятно, но... Чен его убил. Ну, действительно, очень быстро тут просто убивает Тауэр за счет крипов, демиджа на Айкса. Вот, кстати, отличные крипы у ПП. В прошлой игре, где там был тролль, таких вот не было. Но тут действительно вот прям... Просто надо. Масса ауры, да. Очень хорошая. Ауры, ауры, ауры. Ого, Абадон 6-й левел уже, ничего себе. Ну, вот Абадон тут умирает, скорее всего, от Дэнди. Нет, Дэнди его дамажит. Абадон, ультимейт где? Вот, ультимейт. Хвост пошел грейз дальше. РМэна подняли, Абадон умирает. Хвост на базе. Хвост получил стан. Хвоста стянули. Хвост умрет. Да. Узбогойся делает Ваннику у нас, этот самый, Элдер Титан и добивает его Драгонг Найт. Слушай, двойное убийство. Вот это элитно. Слушай, по-моему, тут, по-моему, тут Куроки... Это что, триплкил сейчас? Да. Ну, почти триплкил. А, что сейчас произошло? Давай объясним зрителям. А, черт его знает, что сейчас произошло. Ну, Хвост пошел драться. Ну, Дэнди тоже умирает. Команда не поддержала. Дэнди с Таеггитсом был недавно. Сейчас уже нет, конечно, умирает. Отлично. Ну, фит пошел, конечно, конкретный фит. Фит, и счет уже 6-9. Почти что сравнивает преимущество команду и Белл. Ну, не считая того, что у них отставание по голде в 12 тысяч. Стопык, у него уже 8 всего лишь. Очень, очень, очень зрелищно играет на Na'Vi. Shadow Blade. Нет, нет, у Драгон на это появляется. Ну, там 12 тысяч голды, 8 тысяч экспы все равно остается. Но вот так фитить нельзя. Что действительно, появляется Лотар. Чем черт не шутит, потом появится еще что-то. И будет печаль-беда. Прикинь, вот такую игру за счет Дагона на Патме проиграть и не выйти на ландфинал из StarLadder. Это было бы очень весело. Ржача было бы. Да, я думаю, прям ребята такие, ну, это же того стоило. Такое хо-хо-хо, да. Ну, почти стоило. Так, продолжаем наблюдать игру. Так, ну что же, что же, что же. Ну, я так понял, что Na'Vi сейчас немножко подуспокоится. Все-таки пойдут пофармить, потому что, ну, что это вообще за беспредел тут у них такое происходит. Умерли сейчас, надо подсобраться. Ну, в любом случае подсоберутся. Соберутся. Поэтому я не сомневаюсь. Ну, по-моему, это дело, что профука на Aegis. Профука, ну, он абсолютно без... Бесцельно. Да, действительно, действительно. Да, поэтому ждем, ждем, что сейчас будут придумывать Na'Vi, первую очередь. У E-Bells понимает, что они очень далеко позади, им надо ждать. И нажимают смок. Воу-воу-воу. Это попытка агрессивной действия от команды E-Bells. И, кстати, Кроки палит их, нашли Дэнди. Дэнди, Дэнди умрет. Нет, Дэнди, Дэнди умирает. С ТП шил его Чен просто каким-то образом. Да, но только проблема под Афотик шилдом живет. Боже, Чен спасает всех просто. Чен реально спасает здесь уже двоих. Хвост, получил стан. А хвоста кто спасет? Пак прыгает на хвоста. Ах, по-моему, на Егис, которого нет у него стрела попадает. Хвоста спасает Кроки, у которого Афотик шилд ворованный. Просто. Живет, живет хвост. Играет армлетом. Отлично играет армлетом. Дэнди уже успел прибежать пешком сюда. Да, но это минус 4 от нави, конечно, потеряли одного Кроки, который настолько шикарно отыграл вместе с Купеем, что ого-го. Очень интересная стратегия от нави сейчас была. Атаки по одному. Сначала Дэнди дрался один, потом Кроки там один сражался, потом Наикс начал один драться. Вот, и очень неплохо сработало, между прочим. Да. Здорово. Ну, заходят нави на хайграунд, и... Мы видим 25 секунд, не будет еще Драгонайта. Дэнди. Больно бьет Тавр. Тавр больно бьет Дэнди. А теперь хвост, они по очереди бьют. Ну нет, на этот раз решили нахи, мы спешим. Зря. Левел 2. Дагон, тем временем, у Кота. Слушай, я представляю, что через буквально пару месяцев все будут играть на хардлайнерном Коте, вот так вот стоять на Айджетах и собирают себе Дагон. Круто будет. Будет очень-то весело. Не, вообще старта в 5 Дагонов, я считаю, имеет право жить. Да, старта в 5 Дагонов она очень крутая, она еще круче, чем в 5 Некров. Да. Ну 5 Некров это вообще имбастер, да? Согласен. Сэнджин Яша, кстати, у хвоста, летит уже в курице. Ну, Сэнджин у него есть, Яша подлетает. Ну, сейчас вот нет уже у Эбелста Клиффа, так что, наверное, это зеленый свет для Нави, чтобы пойти закончить игру, если хотят они разобраться с этим побыстрее. Ну, Дэнди очень далеко, Дэнди, мы видим, нет БКБ, он его себе хочет заработать. Нави пока поформляет чужой лес, здесь Дэнди линии отпушит, ну и потом вот доберутся с 21 минут 15 тысяч голды, 14 тысяч экспы. С первой попытки в лоб проломить у Эбелста не получилось у команды Нави. Посмотрим, как там будет со второй попытки. У Дэнди вот БКБ появится. И что может вообще остановить их, по сути? Дарксир со стяжечкой своей? Вряд ли. Сильный Элдер Титан с прокастом своим станом, хотя тоже не так-то страшно. Не, ну в принципе, ладно, будем честны, а у Ешки есть у Эбелста, чтобы отпушивать, нужно Нави сначала замес выиграть, прежде чем заходить, скорее всего. Можно его выиграть, в принципе, на базе даже вражеской. Можете позволить. Инвадение на хвоста здесь сверху. 1000-1000 минус хвост. Не стоят на месте у Эбелста, и мы видим, дают сдачи, дают сдачи очень активно. И проблемы у хвоста закончились смертью. Ну, пал он смертью храбрых, по-честному так. Слушай, ты вот так сказал сейчас фразу, я вот задумался. Интересно, а можно ли в дочке умереть настолько много, чтобы закончили смерть? Да, ну ладно, немножко плавит уже, конечно, судя. Да, да, я понял тебя. О, клавора мэна, отлично. Так, ну что, Нави, соберутся они, в конце концов, пятером где-то или нет? Он бежит, бежит уже сюда хвост, нет, пофармливающий лес, а там и Рошан через... Отличный, отличный скилл. Он, если пробежится по всем героям, у него будет просто бешеный дэмэдж, ему сейчас нужно что-то срочно на скорость атаки. Ну да. Он может собрать себе 220 дэмэджа, там, даже больше, с одного Астрал Спилита, если по всем героям пробежится и по крипам не сходим. Хотя, блин, у него заканчивается уже скилл, к сожалению. Третий Дагон у Кошака, 140 маны. Ну, не знаю, по-моему, уже самое время собирать Этериал, потому что... О, кстати, да, Этериал и этот, как его... Этериал, звезды, Дагон, ух! Так же это больно. Потом рефреш еще должен появиться. Да, и еще раз, Этериал, звезды, Дагон. В Смоке, в Смоке, в Шадоу Блэйде, Драгон, ты знаешь, и за Пупеем идут. Так, и... Нет, Пупей прочувствовал опасность. Не получилось напасть. И почему-то все опять пришли на М, что-то в команде Нави. А, ну, ждут Рошана. Хотя, смотри, нажимают в Смок, тут неожиданно будет какая-то, наверное, вылазка. Балет это дело все РМН. На Лоситане вот заканчивается... Арл там мимо против... Хвост! И Драгонай сейчас по хвосту может дать стан, дает стан по хвосту! Внезапно! И хвост умирает здесь, скорее всего! Не-е-е, Чен хилит. Разлом, хвост начинает отжираться. Минус Блю Банана. Алекс включил ультимейт, живой. Дэнди его выхилял. Ну, вот так вот. Вот и да, размен в 4 в 0. Да, Дарксир выжил только потому, что он сразу понял, что здесь правильно будет бежать. И хвост куда пошел? Хвост просто бьет, бить крипов и просто бэкдорить Т3. Глифа до сих пор нету, так что я думаю, бараки без проблем сломают. Он сейчас подультует. Ну-ка, фулл ДПС. Рокки халтурит, бьет тележку. Забэкдорили все-таки Т3. Т3, бараки тоже умрут. Появляется уже глифт, но смысла взять мало. Узбагойзе делает. Белдор Титан на всех попадает им. Хороший спелл, кстати, надо было так и назвать. Не Астрал Спирит, а Узбагойзе. Ну и минус мин. Сразу побежал, кстати, вниз товарищ ДТС Дэнди. И вместе с ним ДТС хвост здесь ломают так плотно. Ой-ой, прыгнул пак. Хвост. Бегает Дэнди. Дэнди, 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 Дэнди убивает. Тут Дарксир. Говорю, Дарксир из них прогоняет. В Дэнди. И Дэнди выхиливает Рубик, который, как всегда, где-то непонятно где, но украл полезную штуку. Отличная игра от Фанника. Фанник молодец просто. Он умеет нажимать на Дагон. Да. Причем, смотри, он перекладывает Дагон в разные сплаты. Он показывает, что он может нажать на любую кнопку на инвентаре. Так на развороте Na'Vi будут драться или нет, что они как не мужики? Конечно будут, Кентавр. Лол. Arrow. Так, стрела. Отлично. Еще раз Кентавр. Просто уйдет. Работает, когда в клане герой. Опять он с Боготия попадает по двоим. Отличная ульта. Ну и наверное Хроки и Попе умирает. Ооо. Найс. Алекс красавчик. Просто комбо. Теперь-то мы понимаем смысл стратегии. Там Элдор Титана. Затем туда стяжка Дарксир. Ооо, это элитно. Так там тоже врывается. Конечно, да, сильно сильно. Летающий курьер у Эрмэна теперь есть в инвентаре. Это просто трэш. Зачем он его купил? А на самом деле была такая практика. Как-то мы посмотрели то, что самый редко приобретаемый предмет это летающий курьер. Ну, игра заканчивается с ним, грубо говоря, реже всего. Ну да. Да, оно и правильно. Кто, знаете, покупает летающего курьера в игре. Ну да. Очень затея. Вот. И в связи с этим тоже решили попасть в... Попа-попа-попа. Попасть в статистику. Короче, да. Поднять немного статистику и с летающим курьером закончить игру. Так там, кстати, Фаника закончили. Фаник тут же делает байбэк. Хвост тут просто дерется против всех. Говорит, окей, тебя больше бить не буду. Буду бегать даже для тебя. Пока кинет Сурдж на ДК, чтобы убить Дарк Сирос. И... А, вот он. Ах, Паша, ты нету. Ты понял, как? Шитик. Ну, это просто брат за брата, кровь за кровь, и Алекс умирает за своего тиммейта. Ну, хвост убил там всю команду, пока Рошана забирала команда НАТО. Вся остальная. НАТО с Винтеры. Слушай, интересный факт. У Дарк Сирос счет 1-0-8. Ух ты, нихрена по себе. Что-то Дота-2 Скай какой-то такой хитрый, судя по себе. По-всему, молодой человек. Я вот посмотрел, довольно неплохо он вот сделал этот вот Сурдж на Абадона, и сразу же СП Аут. И такой смотрю, насчет его там 0. Что? Мне кажется, это будущее Доты. Вряд ли это будущее. Я уебел с Доты, но... Ну, это будущее общей Доты. Так, хвост. Бьет барак. Даггер у Дарк Сиро, который, кстати, просто шикарно отыгрывает. Действительно. Во, прыгает пак! Дэнди бежать, стан в пака, и догон левел 4. РМН, ты посмотри, как культует. Фаник не кастует ничего, потому что ему на... Ох, Фаник прыгнул там, инвиз дает. Спит у нас Курок, и Дэнди дерется со всеми тут просто. Ну, и Алекс у нас тут включил, конечно, ультимейт. Его выхиливают на полное хп, чтобы интереснее потом было драться. Ну, еще раз убивает. Пак. Гетер аут. И до свидания. Да, ну... В череду раз. Ну что же, 11-4. Нави заканчивает регулярный сезон Старс серии. И учитывая, что... Еще много друг другом играет команды. Нави практически на 90%, даже я бы сказал, на 95% гарантирует себе... Попадание на лан. Финалы Старс серии. Ну, узнают они об этом точно буквально завтра-послезавтра. Но в любом случае мы поздравляем Нави. Поздравляем всех болельщиков этой команды. Да, Грац с Нави, Грац. Грац. Ну и Дэнди дорубает здесь, собственно. Дрон. А сколько перефарм, интересно? Около 35 тысяч перефарм. Ну это сильно. Это сильно. Я тут уже, пока там идет последняя драка... Ну, ладно. Я там уже вбивал статистику, а тут еще игра не закончилась. Ладно! Ну что же, Нави становится первой командой, которая заканчивает. Первая команда, которая заканчивает. Ну приветствуем, Нави. Ну что же. Вот она, турнирная таблица. Нави. Одиннадцать. Четыре. У Нави, в принципе, все хорошо. Но, как я еще сказал, мы идем у Альянсов. Два поражения. Три у Кайпи, три у Эмпайра. Это те команды, у кого меньше. Но Кайпи и Эмпайр играют друг против друга. То есть у кого-то тоже будет четыре поражения. Ну и Кайпи еще играет против Квантик. Еще очень много матчей. Так что Нави практически одной ногой в лан-финалах. Эмпайр второй, Альянс третий, Кайпи четвертый, Квантик пятый. Вот эти команды все еще борются. Остальные уже, скорее всего, вряд ли поборются. Хотя может случиться какое-то чудо. Если, например, проиграют. Вот, например, если Кайпи выиграют у Квантиков и выиграют у Эмпайр. А потом Эмпайр еще у кого-то проиграют. И тогда шансы появляются и у Рокскиз, и у Некскизет. То есть все может быть. Будем смотреть. Будем смотреть. Сегодня с вами были Вилат и Дредд. С самого утра с вами были Гатхант и Каспер. Они же завтра к вам вернутся в 10 сет. Завтра IG против LGDint в 10 сет. Есть на что посмотреть на ВПЦ Эйс Лиге. Ну а мы завтра возвращаемся в то же время, как всегда, в 17 сет на матче Старладера на этом же на первом канале. Но еще напомним, что Китай на канале у нас четвертом идет. Я не знаю, будет ли Дредд стримить. Думаю, вряд ли его уже плавит. Да, я не буду. Ты не будешь. Все, спокойной ночи тебе и услышимся завтра. Счастливо. До свидания, дорогие друзья. До свидания, дорогие зрители. До завтра. Счастливо. При этом. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...